Главное заблуждение современного зрителя относительно сущности оперного искусства состоит в том, что якобы у истории, которая рассказывается с помощью синтетического языка в конкретной постановке, есть двойное дно, есть некий тайный смысл, который нужно во что бы то ни стало откопать. Роль копателя в современной опере выполняет в большей степени режиссер, а также дирижер, ведь именно они видят синтетический оперный текст во всей его полноте и цельности, моделируют его сначала в своем сознании, а потом переносят на сцену. Проблема в том, что не каждое художественное произведение требует обязательного переосмысления. Как справедливо отмечала Сьюзан Сонтак в ставшем уже классическим эссе против интерпретации, интерпретация заранее предполагает неувязку между смыслом текста и запросами позднейшего читателя в широком смысле слова. Затруднение состоит в том, что по какой-то причине текст стал неприемлемым, но отказаться от него нельзя. Интерпретация есть радикальная стратегия сохранения старого текста, слишком ценного, чтобы его выбросить путем перекройки. Не стирая и не переписывая текст, интерпретатор все же его изменяет. Но не может в этом признаться. Он доказывает, что всего лишь сделал его внятным, раскрыл его подлинный смысл. Как бы сильно интерпретаторы не меняли текст, они должны утверждать, что вычитывают смысл, его содержимое. Вот, например, очередной горе-режиссер переосмысливает оперу «Россини» «Сивильский цирюльник». Это все прекрасно и очень интересно, только вопрос зачем? В чем актуальность такого переосмысления? Почему именно сегодня конкретно этот сюжет и эта музыка требует того, чтобы на нее посмотрели под другим углом? Неужели опера «Россини» настолько музыкально бедная и невыразительная? Это же бред. Режиссерское искусство, а его по праву можно считать отдельной разновидностью искусства, занимает чуть ли не главенствующее положение в современном оперном театре. Вам может это нравиться или не нравиться, это абсолютно не имеет значения, так как это уже факт, реальность. Проблема заключается в другом. Радикальное режиссерское искусство, я говорю именно о режиссерской опере в современном понимании, не просто присоединилось к синтезу искусств, составляющих оперный текст. Оно вошло в этот комплекс тогда, когда роль певческой интерпретации заметно ослабла в конце 20 века. Раньше главные художественные открытия происходили благодаря великим дирижерам и певцам. Ведь в 19 веке режиссера в современном понимании в оперном театре вообще не было. Когда мы говорим о спектаклях, например, 1-й, 3-й 20 века, не говоря уже о 19-м, нам абсолютно все равно, кто был режиссером спектакля. Мы вспоминаем в первую очередь певцов и дирижера. Сегодня же люди ходят именно на режиссера, и в этом нет ничего страшного. Проблема заключается в том, что режиссерское искусство не просто присоединилось к синтезу других искусств, оно заменило или заняло некоторые позиции вокального. Это также связано с усилением роли визуального начала в искусстве и культуре 20 века, что произошло во многом благодаря стремительному развитию кинематографа. Об этом можно прочитать во многих классических трудах по искусствоведению, теории кино, а также современных научных работах, на которые я уже ссылался в других видеоматериалах. Вокал или вокально-исполнительское искусство – это разновидность музыкального искусства, которое в свою очередь является частью оперного пространственно-временного синтеза. Вокальное искусство идет рука об руку с музыкой инструментальной, и эта интерференция вокальной и инструментальной музыки в рамках оперного текста является аттрактором, драматургическим стержнем, на который нанизывается все остальное – режиссура, декорации, костюмы и так далее. Соответственно, опере «Сивильский цирюльник» в 2024 году нужен режиссер-интерпретатор не потому, что эта музыка вдруг нуждается в переосмыслении. Это же бред. А лишь потому, что вокалисты, потерявшие половину своего певческого инструментария за последние полвека, находится в миллионах световых лет от своих предшественников. И чтобы заткнуть эту образовавшуюся художественную лакуну, сегодня, я подчеркиваю, не в 100% случаев. Но во многом и требуется режиссер. С его вечным «Сейчас я вам расскажу, в чем смысл музыки». «Сейчас я вам расскажу, в чем смысл музыка». 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 «Сейчас я вам расскажу». Желание достигнуть художественной выразительности не за счет вокально-драматической интерпретации партии, а за счет повторения штампов и знаков, укоренившихся в массовом сознании. Продолжение следует... 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 Актерская игра! 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 Актерская 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 игра!